Так, а теперь мы медленно, но уверенно подходим к обзору наших ведьмочек, наших замечательных, классных ведьмочек. Смотрите, начиная с того, что стоит в единичных экземплярах на улице, это ведьмочка на подставке. Очень легкая, классная. Новички, показываю вам, кто еще не видел. Это одна из самых-самых первых коллекций, примерно 70 сантиметров, высота стоит 47 евро. Это ведьмочка, примерно 90 сантиметров, летящая на ветру, но мы ее посадили в очках. Один глаз закрыт, потому что летит. Хитрая, добрая, классная. Кстати, платье подходит, мне кажется, даже к Новому году. И обратите внимание, несмотря на мороз и снег, все равно еще у нас цветут петуни. Удивительно, правда? Так, эта ведьмочка здесь осталась одна, стоит 27 евро. Зимфирка 34,90. Сейчас зайду, подробненько покажу. Здесь для сравнения, чтобы вы видели. Так, в общем, идем дальше. Здравствуйте, еще раз, всем привет. Сейчас буду делать для вас обзор ведьмочек. Ну, а так как у нас сейчас уже время Рождества, волшебства, Нового года, то это будет не просто обзор ведьмочек, но еще вам покажу, какие прилагаются к этим ведьмочкам заказы. Заказы, вот сказала, подарки при заказе. Этот обзор сейчас относится, мне кажется, в большей степени для практиков, либо начинающих практиков, в общем, для моих волшебников. Кто хочет приобрести ведьмочку просто как сувенир? Так, из Израиля пришло сообщение, сейчас обязательно с вами свяжусь. Кто хочет приобрести ведьмочку просто как сувенир, пожалуйста, смотрите дальше. Кто этого боится, не хочет, либо не понимает, что, зачем, почем, рассказываю, новички. Кто добавился на канал, у нас магазин находится в городе Ведьм, в горах Хартс, город Гослар. По легенде, жили здесь ведьмы, прятались здесь в горах. Вольпергивая ночь, это у нас очень большой праздник. Магазины также все практически украшаются, и в лесу там на площади танцуют, чем-то напоминает ярмарку даже, я бы сказала. В общем, я вчера очень сильно смеялась, когда я забирала машину в Ганновере, продавец русскоязычный. У него, кстати, тоже есть YouTube-канал, но, слава Богу, он нас не смотрит. Представьте себе моё лицо, когда он говорит, к нам пришла одна девушка, купила машину, принесла с собой какую-то траву из России, и не села в эту машину, пока эту машину не окурила. Я в этот момент понимаю, думаю, сестра, где ты? Где ты? Приходи к нам в гости в Гослар, мы найдём с тобой 100% общий язык. Я, конечно, сказала, трава называется, скорее всего, узерлик, которую она принесла. Говорю, кстати, мы тоже продаём ведьмочек. Ну, это такое отступление. Ну, я очень долго с этой фразой смеялась. Говорит, девушка купила машину, не села в машину, пока её не окурила. Поэтому, видите, всё-таки, всё-таки мы здесь не одни. Я вам сейчас показываю ведьмочек. Красивых, классных, тех, которые по 9,90. Как я всегда говорю, с такими замечательными пальчиками. Кто-то покупает их как сувенир. Сувенир. Кто-то как оберег. Ну, а практики мои настоящие ведьмы, они знают, что они с этим делают. Смотрите, эти ведьмочки. Они есть в совершенно различных цветах. Давайте будем называть это чёрный, красный. Кстати, чёрный – это чистка оберег. Красный отвечает за любовь. Зелёный – деньги. Так. Оранжевый ещё есть. Тоже вот такие классные, весёлые ведьмы. Кто покупает на подарок детям. Дети очень любят, потому что волосы пинг. Плюс ещё все эти блестушки. Ну и ножки, конечно. Смотрите, что я для вас подготовила. Я сейчас буду делать обзор. И также, если кому-то это надо, говорите. Это относится сейчас только вот к той коллекции, которую я сейчас буду показывать. У меня есть настоящие стопроцентные восковые свечи. Вот такие. Пахнут так, что просто хочется их съесть. Это не церковные свечи. Но так как у меня практики очень часто спрашивают, «Галина, есть ли у тебя свечи?» и так далее. Смотрите, мне кажется, для вас удобно, потому что если вы на свечах что-то пишете, то в принципе вот в таком диаметре очень удобная свеча. Может быть, я сейчас посмотрю, какой у неё диаметр. Если это будет, конечно, написано. Нет, к сожалению, не написано. Это стопроцентный воск натуральный. Кто заказывает сейчас вот таких ведьм, сколько ведьм таких закажете, столько в подарок получите вот таких свечей. Я вам скажу честно, у меня свечей этих немного. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать. Примерно двадцать штук. Поэтому спешите. Видно, да? Так. Это мы сейчас этим обзором последних мужчин выгоним из нашего канала. Да не бойтесь вы так, господи. Ну, каждому своё, правильно? Я всегда прислушиваюсь к пожеланию своих подписчиков, заказчиков и пытаюсь презентировать то и найти для них то, чего они хотят. Поэтому вот смотрите, вот такие классные ведьмашки. Кто собирается заказать и это подарить, всегда пишите. Я обязательно это сделаю в подарочной упаковке, если позволит объём посылки, если вы, например, не живёте в Германии. Потому что, когда я отправляю Россию, Беларусь, Украина, люди платят 35 евро пересылку. И это речь идёт о картоне до пяти килограмм. Жалко было бы, наверное, место в коробке занимать чем-то объёмным. Поэтому я могу, если что, даже с собой положить тот же целлофан, те же какие-то весюлечки. Смотрите, то, что я сегодня показываю, помимо свечки, кто это сейчас закажет, получит также вот такие медальончики. Это не парфюмированные медальончики, но они тоже от Матильда. Вы знаете, о чём я думала? У нас же есть вот такая классная мисс осень. Помните, да, её? Зелёные волосы. Волосы, конечно, нужно распрямить. Вот, посмотрите, какая красотка. Похожи мы с ней? Профиль. Вот чем мне нравится эта ведьма, у неё вот такое какое-то коварное и позитивное вот лицо, выражение лица. Классное. Я не скажу, что это старая ведьма. Это, скорее всего, молодая ведьма. Зелёный цвет волос. Есть также, кстати, ещё сиреневый цвет волос. Здесь, кстати, можете добавить сами, что хотите. Но я бы этот листик оставила, а сейчас на зиму я бы что-то с блестушечкой добавила. И мне вот так казалось, вот можно было бы ей также на ручку повесить вот такой медальончик. Его, естественно, предварительно пропарфюмировать, чтобы он пах. Это не гипс, это гипс плюс керамика, плюс ещё какая-то смесь задерживает парфюм и очень медленно, как же это сказать, в общем, в себя берёт парфюм и отдаёт очень медленно. Часто спрашивают, могу я своими духами это сделать. Ну, в принципе, да, но от Матильды М ароматы для дома, они ведь на масле сделаны, поэтому это держится так долго. Кстати, по поводу цен, да, вот эта ведьмочка стоит 23,90. Смотрите, смеётся. Говорит, наконец-то ты к нам пришла, наконец-то добралась. Кстати, надо не забыть, потому что я сейчас через 15 минут буквально уже ухожу. Я сейчас посмотрю, какие я наклейки возьму с собой. У нас же ведь есть ещё наклейки с ведьмочками. Цвет машины вы видели. Помогите мне, пожалуйста, подобрать какую ведьму. Но чёрный не будет видно однозначно. Наверное, стальной возьму. Стальной точно будет видно, потому что машина тёпная. Интересно, одну либо две? Мне кажется, две. Так, обязательно. Это ни в коем случае нельзя забыть. Улетели ведьмы, разлетелись. Затем у нас есть ещё такие сумочки в чехле. Очень практично. У меня всегда с собой. Меня, кстати, очень удивило, что в Залисгиттере, в русском магазине, на кассе, когда я сказала, а теперь достаю свою ведьминскую сумочку, девочка сразу как-то вот так вот попятилась обратно. Я не знаю, почему, потому что Госларта здесь, в принципе, рядом, и это не новость для тех, кто здесь живёт. Это больше, я бы даже сказала, для туристов атрибутика. Сумочки стоят, стоят, сколько они стоят? 4,50. Кому нужно, их осталось мало. Чёрненьких осталось ещё меньше. Пишите, пожалуйста. Всё, что я сейчас показала, пишите мне так же. Напоминаю, ведьмочку плюс медальончик, ведьмочку плюс стопроцентная свеча. Да, в принципе, и не для ведьм, просто для людей, которые дома вот хотят очистить энергетику. В квартире тоже желательно свечи, конечно, сжечь. Просто прелесть. Так хочется сразу молочка тёплого с мёдом. Пахнет мёдом. Свечки сделаны в Германии. Кому нужны церковные свечи, у меня ещё есть из Украины, вот такие длинные ещё остались. Кому надо. Те, которые я в церкви покупала, тоже есть. Обратите внимание, что ведьмы, даже те ведьмы, которые, казалось бы, одинаковые модели у них, что эти ведьмочки, они всё-таки, так как лица им рисуют вручную, у них лица получаются разные. То есть я бы не сказала, что это одинаковые ведьмы. Это больше такие ведьмочки-близняшки. Эта модель, которую я показываю, она очень нарядная. Я бы не сказала, что это лесная ведьма. Это не лесная ведьма. Стоят 23 евро. 23,90. Сделано очень аккуратно. Видно, да? Вот по лицу даже видно. Шапочку убираю. Посмотрите, какая прелесть. Я их так люблю, ведьм. Я сегодня пришла и говорю, ведьмочки, привет, магазинчик, привет. Кстати, я так делаю всегда, когда прихожу и когда ухожу. Всегда здороваюсь и ухожу. С этого всегда смеётся моя сестра и говорит, у тебя крыша едет. Почему ты здороваешься с магазином? Я говорю, потому что. Потому что. Так надо. Так, этих ведьм я показала. Теперь давайте вернусь к малышкам, которых осталось очень мало. Вы не обижайтесь, я буду постоянно приходить, уходить. Мне кажется, просто так будет намного быстрее. Это хитрые молодые ведьмочки, которые стоят 9,90, примерно 18 сантиметров. Можно и в машине повесить, можно посадить. Волосы у них не чёрные. Волосы, я бы даже сказала, так поставлю вот так. Волосы у них пепельные. Посмотрите. Вот такие красотулечки. Это, мне кажется, кстати, больше, наверное, даже к новичкам, потому что новички этого не знают. Те, кто меня давно смотрит, мои девочки-ведьмочки, мне кажется, у вас уже эта коллекция есть. Кому ещё надо, их осталось только 4 штучки. Стоит 9,90. Вот, показываю, да. Кто их ещё не видел, возможно, я делаю слишком быстро обзор, обратите внимание, они одеты вот в такие штанишки с рюшечками. У каждой ведьмочки есть метла. Обязательно. Все наши ведьмы, они все с мётлами, либо на мётлах, я бы сказала. Видно, да? Вот так. Немножко ниже опустим метлу. И будет видно. Так, идём дальше. Делайте, пожалуйста, скриншоты, пишите мне по WhatsApp. Я собрала 8 посылок. Ещё 2 посылки я могу в пятницу отправить. Пишите, кому это надо. Отправим как можно быстрее. Запутались. Когда меня не было, летали здесь, наверное, без меня. Есть такая же малышка за 9,90 в песочном цвете. Очень красивое лицо. Очень. Кстати, Алена Крым. Когда я смотрю на эту модель ведьмы, мне всё никак не выходит из головы, как креативно ты ей добавила реснички. Она и так уже красивая, стала вообще вот просто живой. Затем есть у нас такие милашки. Вот такие милашки. 11,90 в золотом, в красном. Они очень лёгкие. Очень лёгкие. Я бы сказала, эти ведьмы... Гляньте, спряталась. Вот такие вот у них замечательные, добрые лица. Пишите, кто это покупает на подарок. Будем вместе креативить. Буду их красивенько упаковывать. Я ещё не знаю, но, возможно, в субботу сделаю лайвстрим из магазина. Пока сказать точно 100% не могу. Посмотрите. Видно, да? Также есть большие ведьмы. Те, которых я вам показывала на улице. Кстати, те снегурочки, которые стоят 9,90, вот их осталось совсем мало. Мне кажется, даже с шести штук не наберётся. Кому нужно, пожалуйста, пишите, делайте скриншоты. Это 9,90 размером с брелок. Ну, вот так вот сделано. Всех ведьм, которых я сейчас показала, кто их закажет, получит свечку в подарок и медальон в подарок. Пожалуйста, кто выиграл мыло во время лайвстримов, напоминайте мне, когда я собираю вашу посылку. Пожалуйста, пишите, Галина, не забудь моё мыло. Хорошо? До скорого!